друзья всем привет в эфире программа дай сказать я ее ведущая лисен крысанова и у меня сегодня прекрасная очаровательная героиня тата привет друзья я знаю что вы смотрите канал дай сказать я предлагаю вам подписаться на наш канал поставить лайк и прокомментировать нашу последнюю программу статой будет очень интересно смотреть программу я очень рада что ты приняла участие в моей программе что ты пришла ко мне в гости потому что накопилось у меня много вопросов и не только у меня а у твоих подписчиков потому что тебе под каждым постом задают практически одни и те же вопросы но самый главный вопрос который я хотела себя задать как женщине скажи пожалуйста как тебе удается быть такой очаровательной красивой как ты за собой следи что для этого делаешь просто идеальная какая-то картинка мечтали бог не очень приятно быть здесь ответ на достаточно простой я считаю что для женщины на самом деле мне не беззаботная жизнь но в какой-то определенный момент я для себя поняла одну очень важную вещь я всегда стремилась больше зарабатывать денег мне всегда хотелось быть сильной я всегда чмурила наверное так если взять мой первый брак мужчину за то что у него там немножко грубо говоря не достигает меня до каких-то финансовых планах я этим так гордилась и как-то несколько не несколько лет полгода назад я пришла немножко к другому мнению поняла для себя что либо я хочу быть женщиной лошади либо я хочу быть счастливой а счастливая женщина ты беззаботная женщина и я как-то решила многие не перестала гнаться за какими-то финансами я вниз не за финансами я перестала гнаться доказывать людям что я сильная а для меня раньше это было так так важно мне казалось это круто а сейчас когда мне говорят что ты такая сильная женщина мне кажется фу это не комплимент то есть получается что твой мужчина который был рядом с тобой тебя немножечко изменил или какие-то были другие обстоятельства я имею ввиду что пришло со временем потому что я уже за разрушена с опытом да с опытом если мой муж не был богатым человеком после того как я развелась я сразу встретила винста мы жили с ним два года прекрасно монте-карло но он даже у него не было возможно было все есть все финансы возможно у него не было возможности дать мне что-то потому что моего гонора и вот этого ты что думаешь я тут сама себе что-то не могу это перла дальше чем вообще можно было только себе представить и это для женщины очень на самом деле плохо осознала это только недавно правда это девочки никогда в жизни не старайтесь а сейчас на самом деле быть модно типа сильной независимой это не прикольно тогда вокруг вас будут такие же мужчины которые вы будете в любом случае сильнее тех кто вас окружает расскажи о своей жизни монако чего она начиналась как ты просыпалась чем занималась какие делишки там я на самом деле попала очень случайно я только развелась мужем развод у нас был такой достаточно сложный потому что я я вам тот момент на сейшелах на проекте и увидела видео как он спит с другой женщины ну то есть я видел своими глазами это специально в эфир вывели ну как это не специально в эфир тут же не виноват проект тут виноват как бы никто его не заставлял этого делать он сам прошел в эфире показали в эфире да но прикол в том что четыре дня во первых нас большое количество участников у нас есть редактора и место на протяжении нескольких дней я прям чувствовал я сходила с ума а мне говорили нет да ты сумасшедшая у тебя кроме мужа никого нету ты дурочка ты себе там что-то напридумывала и я в какой-то момент начала действительно в это верить мне показалось что я не права именно в этот момент я прихожу на лобное и мне показывает это видео как вот он на эти вот глаза которые он закатывает но от наслаждения и в этот момент конечно меня принесло как остапа реально мне было очень мне было я даже не знаю как это описать это на самом деле не прикольно но но все что не делается все к лучшему и я настолько благодарна ему за то что это произошло потому что я не знаю как при каких обстоятельствах мы бы развелись ничего нам что бы он ни делал мы все равно оставались вместе и это был для меня такой прям хороший повод решающий шаг чтобы стать счастливым человеком я не я очень люблю как своего друга как своего брата и даже недавно смотрела видео с нашей свадьбе мы там целовались одну боже какой ужас как инсест потому что я правда люблю как своего родственника я уехала сейшел случайным образом попала вообще на съемку которая не должна была участвовать я прихожу причем я опоздала на час и мне девочки говорят мы послезавтра летим в монте-карло там большая съемочная команда группа мы послезавтра летим в монте-карло ты полетишь с нами я группа лечу я значит покупаю билеты все едут с ними мы прилетаем у меня последний день мы там были три дня у нас была съемка для пяти шоу-румов и значит третий день нам завтра улетается я приехала в метрополь гостиницу там потому что очень красивые виды у меня это было очень красиво шел дождь дождь был день роуз-ройса и я стоял к роуз-ройс фотографировалась красивым таком белом платье полупрозрачными меня увидел винсент с другой своей машины начал снимать меня на телефон сам не подошел на правил там своего друга типа узнать кто я такая что что эту делу ну это конечно выглядела красиво дождь мне одна девочка мажет ножки другая поправляет прическу третью одежду и он как бы опешил ему стало очень интересно кто я такая решилась познакомиться и вот я они поговорили с девочками я прихожу домой мне вечером письмо у него нет инстаграма но с чего нашел чей-то инстаграм решила писать и говорить типа привет там ты мне очень понравилось и скидывает мое видео где он обсуждает мне по-французски посмотри какая у него папа как она красивая я знаю 5 языков и как бы французский тоже входит и он как можно эти завтра приглашу на ужин угры завтра не могу я улетаю он это можно я сейчас приеду ну и все вот он приехала из того дня наверно могут поужинали потом он утром приехал мы позавтракали от всех девчонок отправил меня в москву и через неделю я к нему вернулась а буквально через два месяца я уже улетела со своим ребенком туда но я поставила сразу условия что вместе мы жить не будем я бы мы можем жить в одном доме там но как бы мой ребенок я еще взял особо с собой свою тетю и то есть мы жили в двух разных квартирах какие у тебя были мы потому что мне очень маленький ребенок и на тот момент был до принципе сейчас она небольшая я считаю что нужно начинать жить с мужчины когда я понимаю что вот он не сделал предложение спустя там год-два не знаю полгода неважно и когда мы понимаем что наше будущее мы увидим вместе что это не просто сейчас такой период когда нам хорошо вместе что мы именно хотим быть вместе тогда я понимаю можно жить ну как бы да приучить ребенка к чужому человеку хотя он очень хорошо относился очень любил все покупал тут ничего не могу сказать этого дома до богатый достаточно человек он бизнес-аналитик и плюс еще занимается недвижимостью монте-карло у него в принципе в жизни все хорошо вот но я считаю что я никогда в жизни кстати ни разу не знакомила бы эти никогда не с кем ну как бы заочно все знакомы но так чтобы я по кого-то привела к себе домой или так чтобы она видела что я с кем-то такого никогда не очень грамотная такая родительская позиция чтобы не видели вот всех друзей я не считаю себя грамотно на самом деле супер женщины но как бы интуитивно мне почему-то кажется что если бы я была маленькой просто я хочу чтобы она когда выросла понимала что что такое серьезность что такое несерьезность как-то ну наверное товар я делаю очень много ошибок по-любому я молодая воспитываю ребенка одна но как ты думаешь почему у тебя не сложились отношения в монако какие ошибки тогда пустой я никакие ошибки допускал я просто очень устала терпеть особенно я вообще сама по себе терпеливый человек а в какой-то момент я говорю все игры я ухожу я уезжаю я собрала шмотки собрала свой тетя ребенка но улетели обратно жизнь не такая сладкая была как казалось все было хорошо но он очень вредный сам по себе то есть он вот допустим элементарно я никогда не готовила кстати вообще мне почему-то повезло мне все мужчины всегда хорошо готовят и это меня обошло стороной вот элементарном готовят завтрак для меня специально встает покупать то что я люблю там я утром люблю бенедикте чтобы не было с лососем он все это готовит но он настолько предписать как я не знаю как это объяснить так это странно подать вот не подходи сейчас сюда я здесь на кухне я готовлю для тебя еду и мне здесь мешаться не надо то есть с одной стороны вроде как человек делает безумно приятную для тебя вещь каждое утро мне готовят завтраки но с другой стороны я не имею права типа подойти туда и вот это такая мелочь но вся жизнь в цепи мелочи вне извения нельзя звену не придавать значение это это было во всем вот каких-то вроде супер хорошо но при этом вот у него какое-то такое и в какой-то момент мне это надоело игру все но любви не было я так поняла что была какая-то такая легкая влюбленность симпатия нет мы до сих пор общаемся мы по сей день общаемся он по сей день не ждет пишет не могу даже показать переписки наши это ты прежде купил себе новую машину я так хочу тебя встретить в аэропорту на этом новом rolls-ройсе пожалуйста я так скучаю я мы попробовали помириться как раз когда я улетела из монако москву где-то наверное че через месяца два укрыта пожалуйста меня новая работа в майами полетели там нужно познакомиться со всеми новыми компаньонами я очень хочу чтобы ты полетела со мной ну я конечно уж развесила полетела но мне чуть там так достала что я улетел оттуда через две недели да я реально нет он очень хороший я к нему безумно хорошо отношусь он дал мне много всего и по сей день мы общаемся для меня наверное он был близкий для меня чай это не тот человек который высказал им такой плохой есть больше никогда не буду мы общаемся по сей день у нас есть такое условие что до 35 лет из нас никто не женится он тоже молодой когда познакомился 31 часа на 33 у нас есть еще два года расскажи когда ты появляешься в каком-нибудь обществе на какой-то вечеринке или в ночном клубе или в ресторане к тебе мужчины с легкостью подходит как это красиво как это классно и вот не бояться нет вы знаете всегда я даже вот не данный причем не так был не надо был такой случай на патриках они вообще мужчина очень много внимания проявляют но для меня было самое сложное такое не привело внимание мальчика это 17-19 он тут он прям ну прям маленький и он говорит пожалуйста ты можешь хотя бы со мной немножко посадить и мне так понравилось я говорю суши мальчики ты такой молодец что ты не испугалась он был такой настойчивый себя поверить не можете вот прям реально ни одного такого настойчивого другого наверно взрослого не видела он так старался и мне тут так было приятно как бы мальчиком это конечно хороший но вообще вот когда тебя окружает много красивых классных богатых и разных мужчин тяжело сделать выбор тяжело как сказать там влюбиться начать с кем-то более серьезное отношение как ты такой большин мне кажется это вообще вокруг меня может быть много кого я могу быть очень красиво может быть каком-то заведении там но есть какая-то определенная химия между людьми сейчас можно сюда привезти не знаю 20 красивых мальчиков но не каждый тебя понравится вот есть какая-то химия на либо есть либо нет у меня есть на определенный типаж но бывало такое что человек ну вообще не моего типа жар но вот что-то тебе придет тебе прям хочется вот это химия это очень круто как тебя добиваются мужчины, расскажи, насколько безумные бывают у них поступки, может быть какие-то там букеты, хапки там, я не знаю, там роз, может какие-то путешествия такие незапланированные, что-то такое было у тебя. Ой, ты во многу раз в моей жизни было. Чем удивляли тебя? Удивляли? Ну, наверное, больше всего меня Винсент удивлял, потому что он всегда дарил очень дорогие подарки. Были возможности. Да, то, что я хотела, там, и часы дорогие, и кольца, то есть он, в принципе, к вам не относился во многих вещах, как к девочке. Удивлять я, в принципе, сама хорошо очень жила, прожила всю свою жизнь за границей, и как-то я все видела, меня особо так не удивить. Меня можно удивить, наверное, на любовь только. А ты можешь сказать, что ты та женщина, которая дарит машины, дарит дорогие бриллианты, драгоценности? Или все дарили, кроме машины? Единственное, что можно, я сама себе купила. А скажи, есть какие-то, как сказать, советы для девушек, потому что есть девушки, которым дарят дорогие подарки, есть девушки, которые вот как-то... Нужно быть вредной. Капризной? Я считаю, что капризной. Капризной? Капризной. Вот в меру. Я даже не знаю, это на интуитивном... Я тоже раньше такого не умела. Раньше, во-первых, у меня в первую очередь шло мое, вот это я все сама могу, и поэтому мне ничего, тебе не надо, иди отсюда. У меня... Я только недавно от этого избавилась. Нужно уметь быть слабой. Когда ты научишься быть слабой, я сама только к этому пришла, правда. Когда это изнутри исходит, и тебе попадаются такие мужчины, для которых за счастье что-то тебе подарить, они сами от этого радуются, а не когда ты поправишь. То есть нужно просто свое мышление немножко... Ну, ты нам ее какие-то отдаешь, чтобы... Нет, ну говорить вообще никогда не надо ничего. Я сама стеснительная, на самом деле, но стараюсь это преодолеть, но никогда не нужно ничего стесняться. Скромность в наше время, она, ну, как бы... Когда-то говорил, как это, в Мастере Магриты была такая фраза, никогда ничего ни у кого не просите. Они придут и сами все дадут. Мы сейчас живем немножко в другое время. Скромность, она на сегодняшний день ничего тебе не дает. Ты должен брать сам. Аксуально, но я считаю, что я очень жизнерадостная. Я всегда беру свою улыбку, у меня всегда очень хорошая энергетика, я, в принципе, за душой компании. То есть я вообще, когда куда-то хожу, я иду отдыхать для себя. Я никогда никого не ищу. Тем более, ну, сейчас мне и не нужно никого искать. У меня есть молодой человек, и как-то... Я всегда, когда это отдыхать, я гуляю для себя, и мне не важно, что происходит за другими столиками. Я приду показать себя и поговорить с своими друзьями. В принципе, мне больше ничего не интересует. Скажи, конкуренция есть какая-то? Чувствуешь зависть от других красивых женщин? Что есть какие-то там... Я очень люблю красивых женщин. Я никогда... Знаете, вот для меня удивление, когда мне говорят комплименты женщины, я там на улице, я так радуюсь. Я говорю, боже, мне так приятно, спасибо вам огромное. Или когда я вижу красивую женщину, я говорю, боже, вы такая красивая, у нас такое платье, вы такая роскошная. Она такая идет, то ли с неприбычкой. Она такая напрягается, спасибо, и идет дальше. И для меня это немножко странновато. Я правда люблю красивых женщин, и я считаю, что женщина – это вообще прекрасное создание. И как можно, неважно, женщина ты или мужчина, всегда можно восхищаться чужой красотой. Мы все очень разные, никакой не может быть конкуренции. Есть энергетика, мы можем быть с тобой абсолютно две одинаковые близняшки, но будет мужчина, который выберет кого-то только одну из нас. Хотя мы с тобой внешне абсолютно одинаковые. Надо, друзья, сразу сказать, что мы с тобой не договаривались, когда собирали одну прическу и одевали. Потом носите в одной гамме. Да, мы оделись, это вот так случайно совпало. Но красиво. Да, да. Ну, как-то так получилось. Скажи, вот твой образ, в котором ты сейчас представлена, это тоже большая работа. Я даже не говорю про диеты, про спорт, я говорю и про косметологию, и про хирургию. То есть получается, ты как-то себе нарисовала в голове, как ты должна выглядеть, и как ты себя будешь позиционировать. Это вот такая большая работа над собой. С помощью косметолога. То есть я себе заколола филер в носик, он стал меньше. Я научилась по-другому краситься. Я сделала себе другий. Да, но сейчас сегодня нет, но вообще я научилась делать правильный макияж. И с возрастом я нашла его. Я знаю, что мне нравится, когда мне сейчас визажисты красят, я никогда в жизни не сяду, я не скажу, делайте, что хотите. Я четко, конкретно знаю, что мне надо, и то, что мне красиво. Потому что я знаю, что любой макияж может сделать человека как красивым, так и некрасивым. Блин, форма бровей, какие-то элементы, образ, одежда, то есть все, даже брови, безумно меняет человек. Также я поменяла цвет волос. Это тоже очень сильно меня поменяло. Но нос, мне кажется, ты делала на проекте или перее? Нет, я не делала. Это было давным-давно в интернете. Никогда не сидела с этим. Я, правда, его делала уколами. Но вообще как так? Он просто у меня сузился и стал такой узкий. И плюс я еще делаю коррекции. К пластике вообще как отношусь? Вообще абсолютно положительно. Нет, сейчас мне ничего не нужно. Мне как бы я никогда не парилась по поводу груди. С возрастом, конечно. Они возрастные, знаешь, там подтяжки дичьми. Я вообще не против этого. Я считаю, что человек должен нравиться в первую очередь сам себе. Но я не люблю, когда есть перебор. У человека либо есть вкус, либо нет. Есть очень много женщин, которые себя делают и при этом выглядят как жабы. Ну, это правда. Выглядит не стильно, не эстетично, не красиво. То есть что-то с перебором. Я считаю, что можно делать все, но как-то в меру, чтобы это было эстетично и красиво. Ну, это мое мнение. Не обязательно делать какие-то... Ну, вы меня, думаю, услышали. Да, реально это мое мнение. А скажи, какие мужчины нравятся тебе? Какой должен быть по характеру твой идеал мужчины, так скажем? А, вот что у меня была, кстати, проблема с Винсентом. Он человек... Вот, я вспомнила. Он человек перфекционист. Ему нужно, чтобы все было идеально. И чтобы я... Он считает, что я идеальная, когда мы познакомились... То есть в характере, во всем, во внешности. Ну, когда мы познакомились, я была 49 килограмм. Потом, как бы, начали жить вместе, я стала... При росте, давайте разу скажем, чтобы мы понимали. Как? 49 килограмм. При росте. А, при росте 169. 169, 49 килограмм. Все равно очень худе. Потом я стала 53-54, наверное, как сейчас, сейчас, наверное, даже 55 даже, но не суть. И он мне писал, ты должна похудеть, пошли в спортзал. И вот, ну, он сам над собой очень много работает. Вот, как бы, у него такое... И вот мы должны все вместе делать. Вот, если мы ложимся спать в 10 часов вечера, то я должна выключить телефон, мы должны задвинуть шторки, и мы должны лечь спать. Мне очень угнетает так жить. Я очень люблю свободу. И в отношениях... Меня папа всю жизнь очень баловал. И для меня очень важно, чтобы, ну, мужчина мной восхищался. Вот это для меня самое. Я хочу быть женщиной, которую любят больше, чем вот я не хочу... Я уже была страдалицей. И мне, как бы, этой роли достаточно. Какой мужчина должен быть? Какой должен быть? Сильный. Он должен давать мне свободу, любить меня, восхищаться мной. Это дает мне какой-то определенный, ну, как бы, энергию, мне это вдохновляет. Я не люблю, когда мне тычут, когда мне указывают. Я считаю, что, ну, это неприкольно лично для меня. Хотя многие женщины так живут, и для них это нормально. А скажи, ты помнишь, когда, ну, точнее, глупо бы просто помнишь, когда ты последний раз влюблялась? Вот сильно. Вот чтобы... Да недавно. Я недавно, первый раз в жизни занималась любовью. В 20... Мне сейчас 28. Вот в 28 лет я первый раз в жизни занялась любовью. В 20, наверное. Я до этого никогда не знала, что это такое. И, честно говоря, после того, как я испытала это, я больше не хочу испытывать ничего другого. Это ты говоришь про мужчину, о котором ты писала, что полгода мы встречались. Да, год мы встречались. Да, и оказалось, что он женат. Да. Расскажи, как так получилось и где вы познакомились? Что это за история? Мы познакомились в ресторане. У нас... Блин, это была очень классная история, на самом деле. Все было очень прикольно. До той поры пока как бы все... Пока я не узнала, потом не узнала его жена, потом не узнали все родственники. То есть там это такой уже был... Санта-Барбара. Там была Санта-Барбара. Я дома два понесла за собой в реальную жизнь. И, конечно, мне бы так не хотелось, чтобы все сложилось, но сложилось, как сложилось. Там, конечно, все было как всегда. Я ухожу, у нас нет секса. Ну, блин, все как в кино, девочки. Типа мы разводимся. Мы разводимся, у нас нет ничего общего. Там прикол в том, что у него двое детей, а я ему не сказала только про одного. И как бы... Видимо, это было слишком маленько. Это такая классика, на самом деле, так смешно. Это сейчас, на самом деле, сейчас я отпустила, мне легко, мне хорошо. Ну, на тот момент, конечно, для меня это был треш, мне было очень обидно. И, наверное, больше... Наверное, скорее всего, я сейчас так понимаю, что это все держало, наверное, секс. Ну, не секс, а занятие любовью, потому что для нас это было что-то такое вот прям необычное. А как ты думаешь, почему мужчина так поступал со своей женщиной, со своей женой? Почему он ускал? То есть, чего ему не хватало? Мужчины всегда очень одинаково действуют. Я не думаю, что дело в сексе. Они все одинаковые, все примитивные, как мужчины, так и женщины. Раз простила, два простила, три простила. Они вместе 10 лет. Я думаю, что я не первая за эти 10 лет. И раз человек прощает, то можно... То есть, я могу себе позволить ровно столько, сколько мне позволяют. И сколько я могу это делать, столько я и буду. Он же понимает, что на 10, что ничего не изменится. Если 10 раз разрешили, почему... Ну, поругаются, потом как бы все нормально будет. Я сама точно так же делаю. Ругалась с мужем из-за гулянок, но я же прощала. Ну, я просто не терпела 10 лет. Поэтому, я не знаю, здесь все зависит от внутреннего какого-то... Не барьера, а как это правильно слово сказать? Ну, рамы каких-то определенных. Видимо, она тоже чего-то... Все люди боятся перемен. Всегда очень страшно сделать шаг. Я думаю, что для нее это тоже привычка определенная и тоже страшно. Хотя она очень хорошая девочка. Двое детей. А скажи, как разрешилась ваша ситуация? Ты хотела с ней выйти на разговор? А мы с ней разговаривали. Да. Ну, я думаю, что это все бессмысленно. Нужно все оставлять так, как оно есть. Кары должен сделать свои выводы. Я сделала свои выводы, пошла дальше. Они пускай делают свои выводы. Я уже в это не лезу. Это моя история. Она мне уже так не интересна. Я с твоего уже отплакала. Ну, правильно я поняла, что когда эта вся ситуация скрылась, он тебя не выбрал? То есть у него была жена и любовь? Нет, мы еще несколько месяцев у нас были качели. Там все, я ухожу, стою около этого подъезда. Я говорю, окей, блин. Потом он заборел якобы... Ну, там это все... Вода. Ну, почему в итоге он не ушел? В итоге нет, все, мы уже в конце. Я говорю, все. Ну, это правда, мы к этому уже вместе пришли. Я говорю, ну, что... Ну, это уже смешно. Потому что тут, понимаете, тут началось давление со всех родственников, отовсюду, со всех сторон. И как бы это больше не имело смысла продолжать. Да и в принципе, если честно взять, люди никогда не меняются. И я прекрасно понимаю, что я тоже была в браке. И он будет делать со мной то же самое. Она такая же красивая девочка. И она тоже образована, у нее тоже все в жизни хорошо. Не важно, это будет она или это будет. Самое смешное, что у нас одинаковые с ней имена. Это же надо было так найти. Всего мира две таты себе сразу. Да, в таком мире. Это правда фантастика. Здесь дело вообще не во внешности, не в красоте, не в харизме. Это просто характер человека. Он таким был, есть и будет. Может быть, изменится лет 55. Когда там, может, 60, когда придет к нему какое-то новое мировоззрение. Это парочка сейчас вместе, не знаешь? Я не знаю. Но я думаю, что да, конечно, дай бог. Я думаю, что все нормально. А были мужчины, которые к тебе возвращались? Женщина же как? Женщина как? Она же всегда винит другую женщину. То есть это я, допустим, виновата. Ну да, запудрила мозги. Запудрила мозги, да. Но по факту всегда в первую очередь виноват мужчина. Потому что, когда мужчина любит, и даже когда женщина любит, ему неинтересно смотреть на других. Или когда есть какой-то, хотя бы, если даже ты изменяешь, то сделать так, чтобы никогда никто об этом не узнал. И уж тем более не заводи серьезные отношения на стороне. Ну то есть ты не исключаешь, что если кто-то изменять, ну, чтобы жена не узнала. То есть ты не исключаешь совсем чистых отношений. Нет, я... Конечно, хочется верить в сказку. Конечно, хочется верить в сказку. И есть такие пары, есть такие по-любому, наверное, мне так хочется верить, потому что все так говорят. Ну блин, мы сейчас берем ситуацию, которая была в моей жизни. Я же... Я сейчас беру как бы данную ситуацию. Я не говорю, я не обобщаю, я не говорю за другие пары. Я говорю конкретно здесь. Человек мог... Если у него уже такая черта характера, можно просто познакомиться там и разойтись. Но человек же заводит серьезные отношения, которые он строит там на протяжении года практически. И потом в конце все равно все тайное как бы становится явным. И по сути, кому он сделал больно? В первую очередь своим женщинам, обеим и самому себе. И никто от этого не выиграл. Нет, ну чистенький, конечно, как всегда он. Это нормально. Быть любовницей, это так же больно, как быть женой, когда тебе муж изменяет? Вот как ты себя ощущала любимой или тоже страдала, вот когда была на той, как сказать, стороне баррикады? Я не могу дать ответа на этот вопрос по той простой причине, что я очень благодарна измене своего мужа искренне. Я уже говорила, что я его до сих пор люблю как своего брата, но, блин, да если бы не это, мы вместе мне развелись. Я очень рада, что нашего брака, что мы сегодня хорошие родители, что мы сегодня хорошие друзья, мы семья там, да, как дальняя, но мы не муж и жена, и это очень прекрасно. Каждый человек сам выбирает, что он хочет, страдать по жизни и прощать, либо он хочет стать счастливым. В моем случае я выбрала свое счастье, а если какие-то другие женщины выбирают страдания и как бы думать, боже, я такая сильная, такая несчастная, я столько всего натерпелась, я такая молодец, эта история не при меня. Я натерпелась достаточно, но этим гордиться я никогда не буду, и я не хочу больше, я хочу жить в свое удовольствие, а не ради, чтобы мне сказали, боже, какая я сильная, какая я, я молодец. Просто, понимаешь, складывается впечатление, что ты какому стила, так же самое, то есть когда-то твоему мужу была любовница, а в какой-то момент ты сама стала любовницей, Но я же не подразумевала этого, я же сделала это не специально. Ты все равно узнала, а чего мне больше больно? Ты уже в этой каше уже заварилась, понимаешь? Понимаете, у меня уже прошло время, мне не на что, мне сейчас уже плевать и на ту ситуацию, и на эту. Все лечится временем, и все лечится своими личными интересами. Я человек, который любит уходить в депрессию, пострадать, для меня это очень важно, я очень люблю одиночество, кстати, это мой большой минус. Я очень люблю закрываться от людей, я могу не выходить ни в инстаграм, не общаться со своими друзьями, мне очень комфортно и интересно с самой собой. И в эти моменты, когда вот эта вся заварушка была, я ходила в церковь, там я плакала, что-то страдала, но я это делала одна сама для себя. Я уже все это отстрадала, и в конце мне стало легко. А ты часто плачешь? Насколько ты вот часто плачешь? Слабая или сильная, да. Я не могу сказать, что я часто плачу, но бывает. Бывает? А как относишься к сайтам знакомств? Считаешь ли, что на сайте знакомств можно встретить хорошего мужчину? Ну, абсолютно нормально отношусь, у меня очень много подруг вышло замуж, и кто где сейчас живет, ну, многие, конечно, в Москве, но есть те, которые уехали в Америку. То есть абсолютно нормально, мне кажется, абсолютно неважно, где вы знакомитесь. Ну, сама не регистрировалась? Я тоже была зарегистрирована, да, ничего в этом такого не вижу, просто мне это не особо нужно, потому что у меня есть Инстаграм, куда мне и так все это как бы шлется, да, я не особо как бы использую эти приложения, потому что у меня есть инста, но по факту, если бы у меня не было инсты, почему нет? Конечно. Бывают в Инстаграм, в Директ пишут с недостойными, так можно сказать, предложениями, когда видят. Конечно. Можешь показать что-нибудь такое, что вы... Блин, ну, сейчас она будет искать, мы можем, если прям заморочиться, можно... Да, заскринить что-нибудь такое. Да, если прям заморочиться, если хотят поставить, мы можем проискать. что вы... Ну, там приезжай туда от 10 тысяч долларов, там, и так далее, и тому подобное. То есть все-таки считают, что если красивая девушка, ухоженная, красивая девушка в Инстаграм, то, значит, типа налет экскортницы, что можно ей написать. Я не знаю, но в любом случае меня ничего не... Слушайте, мне целыми днями пишут такие вещи, мне пишут, что я транс. Я должна на это обижаться? Я не могу на это... Понимаешь, это ко мне никак не относится. Я не могу на это обижаться, потому что я знаю, что я красивая женщина, я верю тому, что я вижу в зеркале, я верю тому, как восхищаются со мной люди вокруг меня. Вот этому я верю. А каким-то людям, которые мне пишут, я же должна реально заплакать, сказать, боже, может быть, я правда транс, начать искать у себя корнишончик? Но это же нереально. Или когда мне пишут гадости про моего ребенка, что твой ребенок недоразвит, твой ребенок такой-сякой. Я тоже не могу, я на это никак не реагирую, потому что для меня это неправда. Так же и на это я не реагирую. Меня бы это обидело, если бы это как-то коснулось моей души. Но я за себя знаю, я понимаю, что мой ребенок здоровый, я понимаю, что я не транс, я понимаю, что я не работаю в этой сфере, поэтому меня это никак не обижает. А какие-то комплексы есть у красивой девушки, такой, как ты? У всех людей есть комплексы. Я, кстати, вот даже не знаю, какой у меня комплекс. Раньше у меня всегда был мой комплекс, это мои икры. Сейчас, не знаю, сейчас мне, кстати, немножко прошло, надо подумать, что же у меня есть. Но у меня все равно икры. Вот ножки, я же пришла сразу, все-таки ножки. Как мои ножки. У меня всегда были большие, ну, как мне кажется, крупные икры. А психологические комплексы? Ну, комплексов у меня нет. Допустим, что у меня не будет крепкой семьи, у меня не будет там хорошего крепкого брака. Нет, я вообще такой человек, который, в принципе, не знаю, хочу ли я этого. То есть ты сейчас находишься Я, в принципе, наверное, специально всегда выбираю таких людей, с которыми, наверное, вот... Когда был момент, когда мне мужчина это сказал, типа, все, я ухожу от семьи, первое, что я подумала, я думаю, блин, это что, надо подстраиваться? Это что, сейчас, типа, надо делить быт? Делить там одну ванну? Для меня это был шок. И на самом деле это ненормально. Как это так? А бьюзеры были у тебя в отношениях? Мой муж? Сто процентов. После они будут встречать? Нет. Таких парней нет? Нет. Сейчас я посмотрела, первым делом, когда я забила, когда узнала, что ты к нам в прихожей гости, забила твое имя в интернете. И, соответственно, последняя новость, о которой вся Москва гудит, эта дата была замечена в ресторане «Женатый мужчина». Скурбаном вынесла. Да, я имею в виду скурбаном. Скажи, пожалуйста, почему, когда начались вот эти статьи везде разлетаться, почему ты сразу не вышла на связь со своими подписчиками и сказала о том, что ребят, я не я, как сказать, была ответственной. Затела такой небольшой интриг. Я просто промолчала, думала, пускай она идет, как идет, и в какой-то момент, когда уже нужно будет ответить, я отвечу. То есть я сама себе не враг и есть какой-то у человека определенный тоже бизнес, который он понимает, как он работает. И я ничего никогда плохого не сделала, плохого не сказала, я просто молчала. Ну как и что-то уже, промолчала сутки там или двое, что там, не такой большой срок прошел. Трое, замечательно. Во-первых, это кафе в моем доме, я живу в этом доме. Мы с Курбаном вместе работаем, ну начинаем работать в одном продакшне, мы ждали нашего креативного продюсера. Кстати, вчера мы отсняли нашу первую пилотную версию для YouTube-канала и как бы это просто работа. А как продюсерок отзывут? Тоже можете показать, дай переписку как-то, что у вас за проект, который ты говоришь, что вы отсняли. О чем этот проект? Расскажи. Проект будет заключаться, ну мы сейчас сняли пока пилотную версию, то есть где я буду ведущей свое шоу, где мы будем обсуждать какие-то сплетни, которые происходят. элементарно, как сейчас я и Курбан, или там Давид и Киркоров, то есть вот такие вот сплетни шоу-бизнесы. А Курбан там в каком роли? А это его продакшн. То есть он... Ну как-то он взаимосвязывается с этим продакшном, да, и как бы, так он называется, зима. И как бы это вот чисто рабочее. А тебя не обидело то, что он первым сказал о том, что у меня с Татой вообще ничего не может быть? А почему я должна это обижать? Почему? У меня как бы ничего не... У меня есть, во-первых, отношения. Я как бы давным-давно знаю эту семью. Что меня должно обижать? Я никуда и не метила. Мне ничего не должно обижать. Ну просто многие говорят о том, что встреча была... Он не сказал, он сказал, он сказал правильную вещь. Мы с Татой встретились в ресторане по работе. И это правда. Больше он ничего другого не сказал. Да, он сказал, что деловая встреча организована продюсером, но продюсера никто не видел. Продюсеры так и не появились, понимаешь? Да. То есть все равно какая-то такая интрига. Ты сама прекрасно понимаешь, что публику тяжело обмануть. Мы можем говорить все, что угодно. Но когда девушка... Ну как тяжело? Извините меня. Вы видите 4-секундное видео. Как можно за 4, когда человек показывает что-то друг другу в телефоне, как можно из этого... Слушайте, нам кто-то писал, твой сдохни, как ты могла увезти мужа из семьи. А кто-то писал, подождите, а кто-то писал, совет вам да любовь. Ну как, даже хорошее. Ну как можно за 4 секунды видео понять, что между людьми что-то есть? Ну это бред. То есть ты понимаешь, когда девушка садится рядом с мужчиной, не напротив, а садится рядом с мужчиной, улыбается, мило разговаривает, то понятное дело, что... Во-первых, там я сидела боком, я не знаю, где вы увидели, что я улыбаюсь, мы показывали друг другу видео, даже если я улыбалась, я всегда улыбаюсь. И я встречаюсь со своим парнем в кафе, я иногда могу сесть напротив него. Это просто... Мы сидели, показывали друг другу видео, так как у нас проект, мы показывали друг другу каких-то блогеров, какие-то фишки, идеи, как мы хотим, как мы это видим. Но ты веришь в дружбу, веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Вообще? Да. У меня все друзья, у меня очень много друзей мужчины, но мы сейчас не говорим о Курбане, как о моем друге. Мы партнеры, но мы не друзья, это абсолютно разные вещи. Я могу верить в эту дружбу, но у нас нет никакой дружбы, чтобы я там сейчас сидела и в нее верила. Есть какие-то определенные рабочие моменты, которые мы должны там пройти и все? А как получилось так, что тебя кто конкретно пригласил в Курбан на эту встречу? То есть он хотел тебя видеть? Или продюсер это вот как? Ну просто все, я как бы и продюсера знаю, они вместе работают, и вот мы встретились, и как бы, типа, давайте что-нибудь вместе замутим. Давайте. Да, а почему не продюсер, что не пришел? Я вот этого не могу понять. Вы смотрели, там видно видео 2 часа или 4 секунды? Видео 4 секунды. Если бы видео продолжалось, например, минут 20, может быть, вы успели бы его увидеть. Но он был. Но, к сожалению, он, конечно, был, если мы пришли встречаться с продюсером, а кто мог быть? А тебе доставляет какое-то неудобство? Или тебе уже, как сказать... Нет, это из той же серии про то, что мы до этого с вами говорили, комментарии, которые, ну... То, что не является в принципе правдой, оно особо никогда не обижает. Просто все равно, что бы кто ни говорил, Курбан славится тем, что встречается с красавицами, красивыми, самыми лучшими, девушками известными в Москве, потому что, я не знаю, как он временасе, там, время с ними проводит, но то, что он такой еще в ходу, всем это известно. Я не знаю. И когда попадаешь ты в кадр, понятное дело, калимон у тебя это ложится, и ты можешь все, что угодно говорить. Я никогда не следила за его жизнью, не понимая, какой он образ жизни ведет, что он делает. Меня это вообще, в принципе, мало интересует. У меня есть как-то своя жизнь, и вот в ней я играю такую роль в своей жизни. А как ты относишься к Ксении вообще? Вот вы с ней отказываетесь? Не, ну как у нас, как мы... Я была как бы участница ее шоу, телепроекта. Я очень хорошо к ней отношусь, она очень хорошая девушка, очень добрая, хорошая мама. Она справедливая, там... Я не знаю, что сказать. У меня нет такого, что сказать. Ты в своем посте сказал, что у ребят сейчас сложные отношения. Так говорят в интернете. Да. Ну, то есть, в интернете что-то обсуждается, я ничего не знаю, и лезть не собираюсь в чужие дела. Меня абсолютно не интересует, как у кого что дома. Это их лично, и когда люди захотят об этом сказать, они сами это сделают. Я в этой ситуации никто, я свой нос в это не сую. Я не буду сидеть и расспрашивать, а что это правда, то, что пишут в интернете? Потому что я считаю, что это очень глупо, это очень как-то странно, потому что даже сейчас, где я живу, этот ресторан как раз находится в моем доме, я там все время, я туда хожу на завтрак, на обеду, на ужин, грубо говоря, меня знают все в моем ЖК, и многие люди такие бесцеремонно, они такие, ну и что? И такие, они так глупо выглядят в этот момент, ну думаю, даже если бы что, что я такая сижу, так, о, давай, если я еще сейчас тебе расскажу, ну давай, ты еще позови подругу Василису, позови подругу Аньку, я сейчас вам все расскажу, ну это же личное, есть интернет, есть какое-то то, что люди могут потреблять, и люди могут давать, ну какую-то, да, за кем-то следят, дозированную информацию, есть что-то. А в этой всей истории, ты какие-то делаешь прогнозы, как ты думаешь, сойдется эта пара, или все-таки? Я думаю, во-первых, мы не знаем вообще, может они не разошлись, поэтому я не знаю, как я могу анализировать, мне это не интересует, я не анализирую. Нет, подожди, я на страничке написала о том, что у ребят проблемы. Я сказала, в интернете об этом говорится, я написала, даже если у ребят сейчас есть какие-то определенные проблемы, это их личные проблемы, я в них не лезу, и я не знаю, правда это или не правда, и прогнозировать уж точно ничего не буду, у меня это вообще не как бы, я каждому человеку желаю счастья, и чтобы как бы, если для них это счастье будет быть вместе, или там наоборот не быть вместе, это все равно их личное дело, я не делаю никакие ставки. Мне просто интересно, почему ты так на это реагируешь, что человек, который, вот я допустим, в этой ситуации вообще никак не участвовал, понятное дело, что я девушка замужем, и мне, конечно, хочется, я всегда за сохранение семьи, и когда у людей происходят такие расколы, там что-то, там какие-то интриги. Мы же не знаем, вы так утверждаете про раскол, про который вы не знаете, понимаете? Мы не знаем, мы же читаем и видим как ты. Вот я тоже жена, я все понимаю, и, конечно, бы хотелось сохранить брак. Я как могу об этом думать, если я не знаю, может, у них браки все нормально. Я точно не знаю, но мне бы, конечно, хотелось, как многим женщинам, я думаю, и девушкам, чтобы брак сохранился, а ты говоришь о том, что я не знаю, самое главное, чтобы ребята были счастливы. Такое впечатление, как будто ты знаешь, немножко больше, чем все остальные. Я не знаю больше, чем остальные, но я тоже была замужем, и я ни один день в этой жизни не пожалела, что я развелась. Не было такого дня, чтобы я сказала, боже, какое несчастье. Да это счастье огромное мне привалило. Поэтому у каждого человека свое понятие о счастье. Вот как им комфортно, так они видят свое завтра, так они и будут поступать. И мое мнение здесь вообще нафиг никому не учелось. Хорошо, прогноз какой-то у тебя есть? У меня нет прогноза, потому что я не ставлю на доставки, это мне неинтересно. Я не ставлю ставки на своих подруг, будут они вместе там со своим парнем или не будут. Эта тема так близко меня не касается, что изнутри, чтобы я делала какие-то ставки, например, для меня это странно. Помнишь историю, когда несколько лет назад Джиган и Оксана Самойлова, у них были такие, да, тоже расход, и весь инстаграм говорим о том, что сойдутся они или не сойдутся. И людям тоже, понятное дело, обывателям, простым хейтерам и простым девушкам было интересно, сохранится брак или нет. И поклонники, и Джигана, и Оксаны разделились на две стороны, то есть на два фронта разделились. Одни, которые говорили, ребят, давайте сходить, все, лздить, а кто-то говорит, этот изменник пошел ну типа нахрен. Все равно, то есть у людей какая-то точка зрения, ну она существует. Понимаешь? У меня такого, а мне как вот было без разницы, будет Джиганца свою жену или нет, потому что я их лично, вот мне как бы было без разницы, так и по сей день без разницы. Я вижу картинку, она красивая, они прикольные, у них очень классная семья. Но если им внутри между собой как-то дискомфортно, да как, зачем вообще мое мнение, что я там считаю, ну как бы, или какая-то подписчица, ой, будьте вместе или не будьте вместе, это все решается внутри. Мне тоже так же пишут, сойдись с Валеркой, вы такая классная пара. А сколько вы уже не вместе? Четыре года, наверное. Что мне теперь? Надо всем просить пойти к Валерке. Валерка уже там не уничтожила. Да, у него там вообще своя жизнь, у меня уже 20 раз поменялась жизнь. Люди, они любят жить в прошлом, потому что они не, они живут, очень многие люди живут страданиями о прошлом, потому что они не могут встать на ноги или у них не получается как-то реализоваться, они живут вот этой болью, которая у них произошла. Им кажется, что-то странное, страшное, что можно было быть. Надо в первую очередь заниматься собой. типы всех разных. То есть кто-то с легкостью расстается, это как со старой вещью. Кто-то с легкостью выбрасывает какую-то вещь, которая не нужна. А у кого-то в шкафу пыльная вещь, но она висит в воду. Ну, нужно уметь отстрадать и отпустить. Ничего невозможно просто так взять и выбросить. Но перед тем, как выбросить, ты должен всю душу свою отдать, проплакать. Я не знаю, я часто хожу там в церковь, мне очень больно, я там что-то прошу у Боженьки, у меня что-то не получается, там, неважно, это будет касаться любви, финансов, неважно, что бы это ни было. Я вот пытаюсь отплакаться там, отпустить всю эту боль. Может быть два раза, может быть три, но на третий раз всё, это край. Больше я туда не иду, я выхожу оттуда с счастливой улыбкой и думаю, господи, спасибо тебе за всё. Спасибо, что помог мне вот перейти к другому сознанию. Просто нужно отстрадать. Тебе не кажется, что мне вот, допустим, в какой-то момент показалось, что долгие браки, которые там пары 30-40 там и больше вместе, это люди, которые вместе пережили какие-то кризисы, возможно, какие-то измены, где-то пошли друг другу на встречи, возможно, кому-то понадобился психолог, кто-то сам разобрался своих как бы. А если мы будем каждый раз встречаться и каждый раз по каким-то поводам, понимаешь, расходиться... Ну, слушай, есть какие-то большие поводы. Раньше немножко было другое время, раньше люди жили вместе, потому что одному было страшно, если взять наших родителей, потому что было одному страшнее жить и вместе, типа легче. у нас два разных поколения, 45-летняя женщина и молодая. А сейчас, как бы, время, когда каждый человек самостостаточный, каждая женщина, ей не надо терпеть своего мужа, если что-то не устраивает, ей не надо бояться, что ее там дома побьют или еще что-то сделать. У нее есть своя работа, у нее есть свое видение жизни, у нее есть свои цели, и партнерство для нее, и отношения или брак для нее, это в первую очередь партнерство, а не созависимого человека, который типа тонет, и вот ему нужно, чтобы его спаслили покорнение. Это же тоже счастье, когда у тебя есть человек, который ты можешь доверять. Я не говорю, Это большое счастье, но если человек, мы же говорим сейчас, почему люди расстаются? Это какое-то либо, это должно быть предательство, оно может быть разного рода, не обязательно там, что кто-то с кем-то переспал, это предательство, и если человек не может что-то, ну как бы, это простить, и ему при этом не нужно его всю жизнь из-за этого терпеть, ну это ли несчастье? Ну не то, что, конечно, не то, чтобы это несчастье, ну я считаю, что жить в браке, где тебе плохо, это не прикольно, воспитывать ребенка в браке, где людям тяжело, где люди, ну, слушайте, есть куча семей, где люди друг с другом ругаются, и это все видят дети. Лучше, я всегда так говорила, и буду говорить, лучше ребенок будет жить в семье, у него будет два дома, дом мамы и дом папы, и ему везде будет хорошо, либо же он будет жить в одном доме, но несчастье, на семье, где очень важно, чтобы родители любили друг друга, это тактильность, я знаю очень много семей, по сей день, которые в моем окружении, например, ну вот ты приходит, муж и жена, они там друг друга видят, нет поцелуев, нет тактильности, им не хочется заигрывать, они не пишут другу смс-ки там, какое-то, это не важно, сколько тебе лет, вот это либо есть, либо этого, мне кажется, нет, главное не упустить вот эту определенную романтику в своей жизни, просто они все могут развивать, и на протяжении всей жизни, о чем ты говоришь? Это работа очень сложная, это реально работа, но оба должны стараться, а не так, что один косячит, а другой всегда прощает, это как бы один тонет, другой спасает, и это немножко всегда в одни ворота, я считаю, что сегодня мы живем в то время, когда люди, партнеры, и они выбирают друг друга, потому что они хотят идти вместе, у них у обоих все есть, и у мальчика, и у девочки, но они видят свою жизнь рядом, и они хотят идти к какой-то цели, все. Расскажи об отношениях, в которых ты сейчас состоишь, кто этот молодой человек? Блин, я бы не хотела говорить про свои отношения, честно говоря, но прикольная история в том, что он за мной ухаживал, когда мне было 18 лет, и это очень прикольно, и мы случайно встретились, спустя много-много-много лет. Нет, у нас должен быть хоть какой-то эксклюзив в программе, потому что... Ну вот, мы встретились, сейчас мне 28, мне было 18, когда мы познакомились, у нас ничего не было, там какие-то подарки, там все, и на этом все. И вот мы случайно встретились. Я не хочу просто отношения, вот я уже на этом собаку села, и как бы вот... Пока... Все хорошо. Да, не хотелось. Нет планов. Не хотелось бы сквозить. То есть нет планов в ближайшее время быть под венец там? Пока нет, нет. Не хочется. У меня нет такого, чтобы я... Сейчас, честно, пока хочу... Это очень глупо будет звучать, сейчас я, наверное, сидя. Я всегда... Я когда выходила замуж, я стояла в своем свадебном платье, и оно мне так жутко не нравилось, потому что я была беременна. И ты думала, в следующий раз будет любовь. Я так и сказала. У меня мой муж был в шоке, он до сих пор, мы над этим шутим. Я говорю, блин, вот моя следующая свадьба будет точно крутой. И я вот пошла с этой мыслью. И в принципе, я сейчас хочу просто отработать, потому что у меня была крутая вечеринка, но не более того. То есть получается, все равно какое-то есть программирование. Мне кажется, что когда ты живешь с человеком, допустим, с мужем, да, живешь, и понимаешь, что что бы там ни было, вы попытаетесь найти точки, компромиссы найти. Ну, понимаешь, что ты даже не хочешь особо... Нет, подождите, это же действительно не происходит с одного раза. Это же как бы, это же ситуация, это разно-разно-разно. Разно-разно-разно. Нельзя пять лет терпеть, да. Ну, я не буду 20 лет терпеть, я не считаю, что это прикольно, я не терпила. Я хочу, я люблю себя, и я хочу окружить себя тем, что приносит мне удовольствие. Либо ты со мной в этой жизни, и я с тобой, потому что я хочу перенести тебе в эту жизнь счастье, и хочу вот что-то там, не знаю, увижу что-нибудь, то, что он любит, купить ему и думать, вот, бежать, там ему вот этот пирожочек принести его любименький, понимаешь? И так же и он. Но если как бы, я буду все время, допустим, любить, или только он меня любит, почему не приведет смысл этих отношений? Это вот называется, ну, я 4 года прожила со своим мужем, я считаю, что гулянок, пьянок и всего остального, она тебе была нормальна. Ну, как бы, до чего я должна была дойти? Ну, как бы, мы дошли до того, к чему это терпение? То есть ты должна довести, человек настолько понимает, что ты все схаваешь, что уже можно просто на твоих глазах переспать. То есть это вот это, и что я должна была сохранить? Мне очень интересно. Нет, я не говорю про про обучение. И после этого всего я стала очень радикальной. Люди, которые хотят быть со мной, я ни под кого больше не буду постараться. Но тогда была девчонка, когда я пришла на Дом 2, мне было 22 года. Сегодня мне 28 лет, я самодостаточная женщина, у меня есть свой ребенок. И если меня что-то не устраивает, я ничего, никого терпеть не собираюсь. Нам либо хорошо, мы выбрали друг друга вместе, проблемы могут быть у всех. Но предательство, унижение, это не любовь. Я не буду это терпеть. До свидания, родной, год, корот. А что для тебя предательство? Вот так скажем, да, предательство это что? Есть какие-то определенные обещания друг к другу, есть какое-то определенное, допустим, видение на вашей жизни. И один человек там, допустим, все берет и начинает жить. Я не знаю, это очень растяжимое понятие. У каждого человека понятие предательства, оно зависит, мне кажется, от ситуации каких-то определенных. У всех они разные, я не знаю, кого там как могут предать. Это... Но для меня это не только измена. Ну то есть к измене, вот удивительно, к измене ты относишься более-менее лояльно. Нет, я не отношусь к измене лояльно. Если бы я относилась к измене лояльно, я бы простила своего мужа. Я никогда этого не... У меня был опыт, я этого не простила, я не собираюсь прощать второй раз. Если бы я хотела, я бы и первый раз простила. Но я считаю, что это ненормально. Если не знают, если вторая половинка не узнает, то вы как-то не считаете это за измену. Нет, я так не сказала, вы утрируете. Я сказала абсолютно иначе. Я сказала, что если человек, мужчина, который изменяет своей жене, делает настолько тупо и глупо, что об этом знает весь мир, там, я не знаю, все твои родственники, ну ты вообще что ли дегенерат? Ну раз ты уже на это идешь, ну ты хотя бы делай это красиво, не делай это так, чтобы не было унизительно для твоей женщины. Вот что я имела в виду. Не более того. А это уже право женщины, будет она прощать, что на нее срут, или она будет не прощать. Это уже ее личное дело, я в это не буду лезть никогда. Но чаще всего мужчина, конечно, к любовницам не уходит. Я не знаю. Я не знаю. Вы мне так спрашиваете, как будто у меня тут шестнадцатитонник просто истории вот этих вот. У меня было такой вот первый раз. И что? И ты не побоялась об этом заявить и рассказать? Понимаешь? Нет, потому что я сама была удивлена. Потому что я сама была удивлена, для меня это был шок. Я с человеком проводила каждый день вместе. То есть я понимаю, если ты человека там не видишь, что ты совсем дура, что ли? А как он удавался? У него был второй телефон? Я не знаю. Нет, у него не было. Вообще я про нее узнала через телефон. Я просто ночью он спал, я такая разблокировала. Так же и она про меня узнала. Ночью даже оставался у тебя. Мы всегда были вместе. Для меня поэтому это был шок. Если бы, как бы я понимаю, не видела бы человека, слушай, мне же не по пятнадцать лет, я же не надо отпрашиваться у родителей, ни мне, ни ему. Мы были каждый день вместе. То есть человек уходит на работу, там свободная минутка, мы идем на обед, потом вечером мы встречаемся, идем ужинаем. То есть мы всегда были вместе. Тогда вопрос к жене. Где она была все это время? Муж был в командировке? Ну, наверное, я думал, что да. Длительная командировка в Питере была? Я не знаю. Там уехал в Питер на месяц или на неделю? Хочет в Питер, хочет на Майорку. Это как-то фантазия, которую он рассказывал дома, это его личная фантазия. Тоже я в них никогда не лезу. Я залезла в телефон, ну и все. Твоя жизнь, твой доход, твоя деятельность тебя сейчас устраивает? Или все-таки есть какие-то планы? Нет, я вообще сама по себе человек, который мне всегда будет мало, сколько бы у меня ни было. Ну и вообще в целом я с собой довольна. Есть у тебя такие амбиции, что чего-то ты еще не достигла, надо где-то еще что-то порвать. У меня было такое раньше, я уже говорила, потому что сейчас у меня такого нет последние полгода. Я хочу быть слабой женщиной. Я не хочу... Я хочу заниматься тем, что мне приносит удовольствие. Не для того, чтобы пахать и зарабатывать, а для того, чтобы... Потому что я считаю, что бездельничество это самое страшное, что может себе позволить чать, быть бездельником. Я не люблю неработающих женщин, неработающих мужчин. Но женщина не должна работать для того, чтобы выжить. Она должна работать и получать удовольствие от того, что она делает. Но она в любом случае должна что-то делать. И сейчас я нахожусь на той стадии, я пришла к тому, что я буду работать не для того, чтобы что-то кому-то доказать, то, как я жила всю жизнь, а... Потому что мне это не принесет счастья. А наслаждаться жизнью здесь и сейчас И заниматься тем, что мне нравится И то, что мне нравится, это приносит мне деньги И на этой прекрасной ноте Я предлагаю выключить нашу программу Я тебе, Тата, желаю счастья Посередичного Желаю, чтобы ты встретила надежного, сильного мужчину Чтобы у тебя была в будущем Такая семья, которой ты сама себе желаешь Ну и чтобы твои дети Соответственно, я так думаю, что все-таки Ты планируешь не одного там, а может и не двоих А больше детей Нет, тогда я желаю Чтобы все твои желания все исполняли Спасибо большое, мне правда безумно приятно Я очень радовалась к вам попасть Спасибо, что ты пришла Вам спасибо большое